Здравствуйте! Меня зовут Максименко Анастасия, я библиотекарь отдела обслуживания Центральной городской библиотеки. И сегодня наше мероприятие будет посвящено саамской мифологии и фольклору. А связано это с тем, что 6 февраля отмечается Международный день Саами. Этот праздник посвящен культуре и традициям этого малочисленного северного народа. Он отмечается в странах Скандинавии, Финляндии и России. Исторически сложилось так, что коренные жители кольского полуострова Саами или Лапари. Ведь современный кольский полуостров и большая часть Скандинавии когда-то называли Лапландией. Отсюда и пошло название Лапландцы, Лапари, Лайки, Лапоны. А вот называться Саами они стали в начале 20 века. И это было их самоназвание. О происхождении этого народа имеется немало гипотез. Многие исследователи считают, что заселение кольского полуострова древними людьми происходило с территории Карелии и с ее северо-восточной части. На Руси Саамов считали шаманами и предсказателями. Возможно, потому что они поклонялись явлениям природы, деревьям и горам. Богатое и разнообразно устное творчество Саамов. Первые записи устного народного творчества Лапарей относятся ко второй половине 19 века. Достаточно большое количество сказок было записано Константином Щеколдиным. К нему, как к собирателю саамского фольклора, с большим уважением относились ученые того времени. Сказки, собранные Щеколдиным, были опубликованы в сборнике «Живая русская старина», вышедшем в 1880 году. Материалы Щеколтина использовали Николай Харузин в книге «Русские лапари», дипломат и краевед Дмитрий Николаевич Островский в статье «Лапари и их предания». Многие исследователи Кольского полуострова записывали произведения устного народного творчества Саамов. Сказки печатались в периодических изданиях и в отдельных сборниках. В первые годы советской власти сказки собирал краевед, разносторонний исследователь Кольского края Василий Кондратьевич Алымов и даже готовил к публикации сборник саамских сказок, но по некоторым причинам ему не удалось их опубликовать. Знаменитым собирателем саамского фольклора был ученый Владимир Чернолузский. В его записях и литературной обработке стали известны целые циклы повествований о лунной деве и витязи Найнасе, о чудесном олене Мяндаше. Многообразно и самобытно устное творчество саамов. Оно богато сказками, легендами, мифами. Для саамов характерен тотемизм. Часто в древних сказаниях допускается кровная связь с диким северным оленем, которого саамы почитают как прародителя, медведем, уборотнем, волком и другими животными. Древние саамы не только соединяли себя с природой, но и создавали культ самой природы. Это чудесное единение с природой и легло в основу всех их верований. Мифы о возникновении жизни на земле и о самой земле стали основой их миропонимания. Вот как видели саамы сотворение мира. В начале не было ничего, кроме головы старикам. На темене этой головы имелись колодцы, но голова была покрыта шапкой, поэтому вода была недоступна, пока гром не разорвал шапку. Тогда струи из колодцев поднялись до неба и залили весь мир. Пролетающая над водой утка находит травинку среди океана. Сначала травинка не выдерживает птицу, а потом подрастает и вокруг нее нарастает земля. Птица кладет на травинку пять яиц. Из яиц возникают растения, источники, рыбы и птицы, звери и, наконец, мужчина и женщина. У этой первой человеческой пары рождаются сын и дочь. Они отправляются в разные стороны на поиски супругов, ведь браки между братьями и сестрами были запрещены. Но первые люди не находят никого. Они обходят всю землю и встречаются вновь. От них и произошел человеческий род. Волшебные истории саамов, их сказки, мифы и легенды богаты в художественном плане. Ведь каждый рассказчик передавал историю другому, обязательно вносил в нее свои элементы. И все зависело от того, насколько развиты были у рассказчик воображение, кругозор, образное восприятие мира и явлений природы. Слушая их, каждый мог побывать в том мире, который сумел передать сказитель. Много сказок у саамов о солнце, северном сиянии, громе, предания, связанных с названиями тех или иных мест, горами, озерами. Рассказывая, саамы искренне верят в то, что все, о чем они говорят, было в прошлом. Природа и все, что с ней связано, играло большую роль в жизни саамов. Например, согласно одному из саамских представлений о северном сиянии, Северное сияние – это дружина невидимых воинов, живущих в царстве мертвых. Их предводителя зовут Найнас. Он не может появляться на земле днем, тогда его не видит даже собственная мать. Воины живут в большом общем доме, где часто играют свою любимую вру, бьются мечами так, что все вокруг заливает кровь. Чем сильнее они дерутся, тем ярче она становится. Пока они дерутся, по небу в это время разливается северное сияние. В основном народном творчестве саамов в одну сказку объединяются несколько сюжетов и различных жанров. У них есть свои сказания о героях-богатырях, истории о превращении людей в животных и рассказы о живущих в лесу духах. Есть у саамов даже свой аналог гномам – чаххли – маленькие человечки, живущие под землей. Вот как их описывают в сказках. Сказывают, что добрее чаххли в целом свете никого не было. Жили они под землей и владели всеми ее богатствами. А сами скромно жили. У них даже одежды никакой не было. Ростом чаххли – маленький, меньше ребенка годовалого. И олени у них маленькие. В память о них на земле карликовые березы остались. Такие когда-то у чаххли в лесах подземных росли. Случалось, правда? Кто-то из саамов и обижал чаххли, обманывал. Много богатства с их помощью наживал. Когда они догадывали, что их не в доброе, а в злое дело втянули, обижались и навсегда из них мест уходили. Может, поэтому их в наших краях не стало, что многие стали больше своего живота хотеть. Про этих чаххли сказок сами сказывают. Много. И вот одна из них. Один из мифов повествует о том, как один старик увидел в отверстии под старой елью погост чаххли и подсмотрел, как их дети выбрались ночью поиграть. На следующий день старик отправился в лес и поймал маленького чаххли. Принес его домой к старухе, так как детей у них своих не было. Мальчуган был веселым, но постоянно посмеивался над стариками и повторял за ними все, что они говорили и делали. Деду он помогал в работе, но старухе только портил дело. Когда она чинила сети, чаххли их рвал и смеялся. Старуха стала допекать мужа с просьбами, чтобы тот отвел чаххли обратно в лес. Но старик дорожил своим приемным сыном. Правда, когда чаххли подрос, он сам стал тосковать о своей земле и однажды покинул дом приемных родителей. Но на пути ему встретились незнакомые люди. То было чуть. Так русские называли эстонцев и финнов, живших на севере Восточной Европы. А сами переняли это название. Чуть хотела завоевать Саамскую землю. Ее воины схватили чаххли и спросили, как твое имя. Как твое имя ответил вопросом чаххли и засмеялся. На все расспросы он отвечал теми же вопросами. Чуть разъярилась, и чаххли бросили воду. Тогда все увидели, что в воду полетел не гном, а воин Чудин. Военачальник ударил чаххли мечом, и от удара полегло три чудских воина. Все поняли, что с силой чаххли не справится, и велели ему везти Чудь в Саамскую землю. Гном же завел Чудь, к порогам, на которых загубил их лодки. Чаххли вернулся к старикам, а Чудь пропала. У всех народов были свои небожители, которым возносили молитвы и приносили жертвы. Народы Севера особо почитали солнце. Солнце по-саански певи и обеспечивало благополучие и хорошую погоду. В его честь устраивали пиры. В середине зимы приносили в жертву белых животных. В саанских легендах Пейв небесное божество. Он дает свет, тепло, благодаря ему растут растения, размножаются олени и рыба. Утром он едет по небу. На медведя в полдень на оленей быке, вечером на оленей ленихе важенке. У него есть свой дом, заходя в который он становится человеком. Символ Солнца, согласно Харузину, составляет почти неотъемлемую принадлежность шаманского бубна. Во всех весностях, где существовал культ Пейва, Солнце на бубнах изображалось в виде четырехугольника. От углов его во все четыре стороны шли нити, что обозначало власть Солнца распространяется на всю Землю. Прежде чем принести жертвы своим богам и духам, саамы одевались в лучшие одежды. И только после этого с величайшей важностью приближались к месту жертвоприношения. Много жертв приносилось богу Пейву. Жертвы обычно приносил Нуэйт, местный шаман, который перед тем постился, облачался в самой лучшей одежде, совершал омовение и только после этого приступал к ритуалу. Для жертвоприношения выделялось специальное место, которое по окружности обкладывалось костями, ранее заколотых в его честь животных. Жертву Солнцу приносилась лишь молодая самка, олениха и обязательно белого цвета. Другим видом жертвоприношения Солнцу была каша. Ее саамы называли юбце или ухт. Готовили ее каждый год под вечер перед Ивановым днем. Но прежде чем приступить к еде, саамы, стоя на коленях, молились, обращались к светилу и просили, чтобы оно послало свет и тепло не только им, но и их кормильцам, оленям, всему, что давало пищу, и съев кашу, вновь молились. Духовная культура саамов до Октябрьской революции 1917 года передавалась из уст в уста. Они не имели своей письменности. Хранителями легенд рода племени в первую очередь были старейшины и ноэйты. Ноэйт, или как еще называли, ноидами, являлись посредниками между миром духов и миром людей. Он совмещал в себе сразу несколько функций – жреца, врача, колдуна, провидца. Ноэйт уважал искусство, переданное ему предками, и не имел права заведомо творить кому-то зло. Назначением его было служить и помогать людям своего рода по госту и племени. Ноэйты у саамов считались людьми богоизбранными. Прежде чем старейшины называли человека ноэйта, тот был обязан пройти посвящение. В Древней Руси бытовало мнение о саамах как об опасных чародеях и ветунах. Легенд о чудесах в памяти народа сохранилось много. И вот одна из них. Еще до христианской поры жили на Кольском полуострове три брата силача – Нойда. И были у них олени, но мало, и земли мало. И решили они отправиться в Норвегию, чтобы отрезать там себе земли. Мать долго ждала детей. Наконец она услышала страшный шум. Это сыновья везли землю. Женщина с радостными криками бросилась встречать своих сыновей. Но она нарушила запрет – соблюдать полное молчание, когда творится колдовство. Сама женщина окаменела. Окаменел и ее поглост. Олени и иноиды утонули. А оторванное имя земля превратилось в Войновы острова. Есть еще легенда о том, как самские шаманы имеют власть над погодой. И вот одна из них. В давние времена на Тазерском погосте жила была девка Нуэйда. Как-то утром разбудила она людей погоста и велела им приготовиться на три дня. Хлеба, воды в тупах и всем сидеть по домам, носы не высовывать. Сама спать легла. Как заснула, поднялась буря, метель, света белого невиданно. Через три дня все утихло. Но эта проснулась и велела сородичам взять пищали и идти на мох. Когда они пришли, то увидели шведов, что с погромом направились к их погосту. Большая часть шведов уже замерзла, а которые еще живы были, тех убили. В настоящее время, когда самы стремятся возродить культуру своих предков, они обращаются к сказкам, легендам, песням, вновь появляются, пусть еще и очень робко, свои знахари, целители и предсказатели. Также в духовной культуре саамов особую роль играл образ оленя. Олень кормил и девал саама, являлся способом передвижения. Олень сопровождал саама с самого рождения до смерти. Сложное объединение человек-олень нашло широкое отражение в сказках, песнях и легендах. Посредством их учили детей не нарушать этого союза. В саамской мифологии известен чудесный оленеоборотень. Тотем-родоначальник Саами Мяндаш-Быре или Мяндаш-Благо. Существует красивый миф об олене Мяндаше. В мифе говорится, что родила этого оленя старуха Нуэйт. Когда-то ей наскучило находиться в человеческом обличии, и она приняла образ важенки, стала гулять с дикими оленями и забеременела. Но рожать в оленем обличии побоялась и вновь обернулась женщиной. А сынок возьми и олененком родись. Делать нечего. Кормила старуха его, своим молоком воспитывала. Вырос олень большим красивым и спросила матери, кто его отец. Призналась та, что был отец его оленем. И узнав об этом, сын подался к отцу в тундру. Отсюда запрет у саамов появился не убивать вожака диких оленей. Если нарушался запрет, все олени покидали те места, где был убит их вожак. Окружающая саамов природа сильно повлияла на формирование их этнической идентичности. Природа Лапландии очень сурова. Милости от нее ждать не приходится. Саамы всегда ощущали себя частью этой природы. И отсюда стремление жить в гармонии с ней. Проявляя слабые и лишь необходимые попытки ее изменить. Вот как говорится в современной легенде о предназначении маленького народа. Мы не пахари, мы не косари, мы оленей народ. Наш хлеб — олень-батюшка, его кормом живем. Мох белый, ягель, деды и прадеды учили нас. Землю надо беречь. Как она досталась нам в поросли, трав и в амхах, проросшая кустами и всякой зеленью, так и беречь ее надо зеленую. Будешь беречь и холить землю зеленую, веселую, и сам будешь сыт, здоров и весел человек. Более подробно вы можете познакомиться с аамским фольклором из книг. Ведь на протяжении долгого времени многие исследователи Кольского Севера записывали сказки-легенды предания саамов со слов сказителей саамов. И, наверное, многие знакомы с некоторыми из этих книг. Например, с книгой «Саамские сказки» под редакцией Георгия Мартыновича Керта, выпущенной в 1980 году. В сборник вошли разные сказки, дающие широкое представление о саамской культуре, о представлении ими мира. Также хочу представить книгу «Семилетний стрелок из лука» «Саамские сказки для людей в литературной обработке Евгении Пация». Эти книги можно найти как на абонементе, так и в читальном зале Центральной городской библиотеки. А вот более подробнее о культуре кольских саамов можно познакомиться из книги Надежды Павловны Большаковой «Жизнь, обычаи и мифы кольских саамов в прошлом настоящем». В книге в доступной форме излагаются исторические и культурные события жизни саамского народа, повествуются мифы и легенды. Культура саамов очень интересна, разнообразна и загадочна. Поэтому познакомиться с этими книгами желаю обязательно приятного чтения. Всего доброго. До свидания.